В Муравленко утвержден бюджет города на 2022 год. На прошедшем сегодня очередном заседании Городской Думы депутаты проголосовали за принятие документа единогласно. Начиная с 2019 года бюджет муниципалитета депутаты характеризуют несколькими словами. В 2020-м параметры городской казны назвали как бюджет прорывного развития. В этом году стабильного роста. Я считаю, что тот бюджет, который мы сегодня приняли, можно назвать бюджетом стабильного роста. Потому что рассматривая динамику роста бюджета города Муравленко в разрезе нескольких лет, мы понимаем, что этот рост стабильный и достаточно значительный в условиях тех мероприятий, тех программных мероприятий, которые реализуются в городе. Если говорить о суммах, то бюджет на 2022 год по прогнозируемым доходам утвержден в сумме 7,468,000,000 рублей. В сравнении с текущим годом городская казна потяжелела почти на 17%. Из этой суммы собственные доходы города составляют 583,000,000 рублей. Основу формирования доходной части бюджета составляет безвозмездные отчисления закружного бюджета в виде дотации, субъекции, субъекции и иных межбюджетных транспортов. Общая сумма составляет 6,885,000,000,000. Уделим вес которых в общем доходы бюджета нашего составляют 92,5%. В структуре собственных доходов бюджета, как и прежде, преобладают поступления от налога на доходы физических лиц. А в структуре расходной части преобладают траты на социальную сферу – более 60%. Остальные 37% – это так называемый бюджет развития. Как и прежде, основная часть средств будет направлена на развитие системы образования – более 3 миллиардов рублей, или почти 46% бюджета. Мероприятия программы образования позволят обеспечить доставлительность поступного качественного образования. В программе заложены средства на детский сад «Ладушка», на ремонт объектов «Сказка» детского сада «Дельфин». Также планируется ремонт крови в многотрофильном лицее. В данном бюджете подпускновено также и питание, как и в предыдущие годы. Более 800 миллионов планируется потратить на культуру – львиная доля расходов на выполнение муниципального задания. Также заложены средства на капитальный ремонт музыкальной школы, клуба молодёжных инициатив. Начнётся в следующем году строительство детской школы «Искусств» на 600 мест. Потяжелели расходы на сферу жилищно-коммунального хозяйства. Сюда включены расходы на ремонт и содержание дорог, благоустройство, на региональный проект «Комфортная городская среда». На программу улучшения жилищных условий направлено 352 миллиона рублей. По программе благоустройства территории города на 2021 год выделяются существенные деньги. Это 1,518 миллионов рублей. Для сравнения, в 2021 году выделялось 853 миллиона рублей. Эти средства пойдут, конечно же, на развитие дорожного хозяйства свыше 900 миллионов рублей. На приобретение спецтехники планируется, трактор, автогрейлер. На развитие комфортной городской среды 154 миллиона. Также планируется на благоустройство наплавить 112 миллионов. Бюджет города сформирован без дефицита и одобрен контрольно-счетной палатой. Депутаты проголосовали за принятие документа единогласно. Я хочу сказать, что наш бюджет, который документ, состоит из нескольких подразделов. Есть проекты, национальные проекты, куда входят. Есть программы, есть подпрограммы. Есть мероприятия, на которые эти программы разбиты. То есть, если вот вникать и разбираться, то на самом деле это очень интересно. И когда вот вы погружаешься в это, то, конечно, какая-то картина прорисовывается. Вот я, честно говоря, получила даже удовольствие от той работы, которую я проделала. У нас бюджет в этом году выше, чем в прошлом году. Но самое главное, чтобы мы потратили это все с умом, так, чтобы мы распорядились, так, чтобы принесло это всем пользу. Бюджет является сбалансированным. Мы видели динамику. Это касается и собственных доходов города. Это касается и субвенций, и субсидий, которые доводятся. Набедается рост бюджета практически на 17%. Поэтому здесь, наверное, положительную оценку можно дать. Далее по повестке депутаты городской думы признали утратившими силу некоторые решения. Речь идет о принятых еще в 2017 году мерах по привлечению в город высококвалифицированных специалистов. Напомню, таким работникам полагалась компенсация за аренду жилья или единовременная выплата на покупку квартиры. По итогам реализации данных мер социальной поддержки необходимо сказать, что данные меры оказали свою высокую эффективность. И благодаря принятому решению в 2016 году городской думы удалось привлечь значительное количество квалифицированных специалистов в нужные, важные отрасли деятельности администрации города, бюджетных учреждений и здравоохранения, что очень важно. Всего мерами поддержки воспользовались более 50 квалифицированных специалистов. Большая часть из них, 28 человек, это медицинские работники. Причина, по которой муниципалитет сворачивает действия этой программы, это принятые на уровне округа общие мальские меры поддержки по привлечению специалистов. Это прежде всего отмена накопительной системы северных надбавок и различные программы, действующие в отдельных отраслях, в частности в медицине. Врачи, нужные Ямалу, земский доктор и другие. Внимаемые правительством региона меры в сфере поддержки отдельных категорий работников, в частности здравоохранения, и в целом специалистов, приезжающих на территорию нашего региона, они позволяют говорить, что в настоящий момент данная мера на уровне муниципального образования, она себя исчерпала. Вместе с тем, принятые ранее обязательства по условиям программы поддержки специалистов будут выполнены. Для этого в бюджете предусмотрены необходимые средства. Депутаты проголосовали за проект решения единогласно. Следующее заседание городской думы состоится 23 декабря. Эрнест Бавшин, Антон Иванов, Новости Муравленко.